В прямом эфире новости сейчас с вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Железный порядок по поручению президента. В Могилевской области будут наводить Леонид Заяц. Ранее он возглавлял Минсельхозпро, теперь Могилевский обл. исполком. И Михаил Руссы, ранее вице-премьер, ныне помощник президента, инспектор по Могилевской области. Сегодня они представлены активу региона и утверждены областным советом депутатов. Выполнение показателей социально-экономического развития, в том числе в аграрной сфере. Создание условий и стимулов для привлечения трудовых ресурсов и инвестиций. При условии железной дисциплины и строгого соблюдения технологий. Конечная цель прибыль и рентабельность. И что еще важнее, повышение уровня жизни людей. Именно такие задачи поставил президент накануне перед регионами. В эти же минуты идет представление нового руководителя и активу Шкловского района. Напомню, на эту должность президентом назначен Александр Титок, ранее начальник департамента по ликвидации последствий на ЧАЭС. Минск поспособствует повышению имиджа центральной европейской инициативы в регионе. Об этом сегодня заявил глава белорусского МИДа на встрече с генсеком ЦЕИ. Владимир Макея добавил, что организация помогает объединению Восточной и Западной Европы, а ряд белорусских предложений отражены в соответствующих документах. Роберто Антонионе, в свою очередь, отметил председательство нашей республики в ЦЕИ два года назад. По его мнению, оно было одним из самых успешных в истории инициативы. Председательство Беларуси в ЦЕИ оцениваю исключительно позитивно. Это было эффективно, заметно и важно. Мы рады тому, как оно прошло. Я это подчеркнул на встрече с министром иностранных дел вашей страны. Уверен, что мы и далее будем развивать отношения с Беларусью в различных областях. Центральная европейская инициатива – достижение за 30 лет деятельности, уровень участия в Беларуси и в чем заключается уникальный принцип ЦЕИ. Эксклюзивное интервью с генсеками инициативы Роберто Антонионе в это воскресенье в главном эфире. Путепроводы на Минской кольцевой откроют в начале мая. Ремонт фактически завершен, балки смонтированы и остались те виды работ, которым нужна хорошая погода. Например, выровнять дорожное покрытие. Через месяц движение на кольцевой возобновят в двух направлениях. Модернизацию зеркальных полос продолжат после Дня независимости. До 2023 года капремонт проведут еще на четырех путепроводах МКАДа. На Канарских островах экологи бьют тревогу в опасности пляж, известный как Попкорн-Бич. Туристы каждый день в качестве сувениров забирают с собой частички белых кораллов, придающих этому месту необычный вид. Делать это строго запрещено и тем не менее за год на пляже недосчитались 120 килограммов кораллов. А на формирование среднего рифа может уйти несколько сотен лет. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok